Значит, поскольку мы говорим о том, что нужно показывать людям, как работает атомная станция, еще лучше создавать полную пассажирность с таким объектом, то я вас сейчас попрошу, как представитель Геймленд, сделать нам краткую презентацию в двух словах об истории рождения проекта. Ну, не секретно для кого, что современные средства коммуникации, они развиваются очень быстрыми темпами. Я бы еще год назад не мог бы сказать, что мы будем использовать такой инструмент, как социальная сеть ВКонтакте.ру, как средство информирования. Тем не менее, жизнь идет вперед, и сегодня в социальных сетях та самая аудитория, о которой мы говорили, молодежь, жители мегаполисов, высокообразованные, раз пользуются интернетом, активными являются пользователям. Вся эта целевая аудитория сконцентрирована там. Мы решили дать им опыт сожительства с атомной станцией через интеграцию в существующую игру, мы знаем, где строят свои собственные города, то есть у них есть разные опции, решили создать для них новую опцию. О результатах этого проекта, от этого пилота скорее, поскольку это такое занятие дорогостоящее, я попрошу Арсений, это компания Inland, мне сейчас по-другому называется Арсений, директор по развитию Socialist by Inland. Арсений, прошу вас. Да, добрый день. Наверное, в двух словах расскажу о том, кто мы и почему, наверное, мы. Как так получилось? Я представляю компанию Socialist by Inland. В принципе, мы занимаемся рекламой в социальных медиа. Но так уж получилось, что мы нашли, наверное, с Росатором некие точки пересечения. Нам было очень интересно сделать нечто не столь рекламное, сколько даже во многом информационное, некий пиар-обучающий проект. Поэтому так родился вот этот вот проект, который можно назвать, наверное, несерьезным, а серьезным. Кстати, вот эта иллюстрация, которая является на главном слайде картинкой презентации, это там творчество одного из участников, назовем так, проекта, который, в принципе, нарисовал это в рамках конкурса, типа, предложи свою атомную электростанцию. Понятно, что это не очень взрослый участник, тем не менее. Наверное, о чем вообще получился этот проект? Дело в том, что, в принципе, вот наше время вокруг некого всего, что содержат слова ядерные, атомные и так далее, сложился очень определенный комок стереотипов, комок ассоциаций, как правило, достаточно негативный. Есть даже целая такая, можно сказать, субкультура, литературный жанр игровой под названием сталкер. Это некая фантастическая реальность, созданная как бы на месте Припяти, Чернобыль и так далее, где питают монстры, мутанты и так далее. То есть, в принципе, тот страх в обществе, который есть перед всем атомным и ядерным, он используется очень активно именно в культуре и, естественно, в очень негативном аспекте. Но главная проблема, на самом деле, здесь в том, что действительно, как было сказано и в параллели с авиатранспортом, все это страшно, потому что это непонятно, неизвестно. Неизвестно, естественно, пугает. Поэтому мы решили пойти по очень такому примитивному достаточно пути, но, тем не менее, все гениально, кажется, просто. Мы решили, в общем-то, поступать с неизвестным так же, как поступают, не знаю, с детьми, когда их учат каким-то элементарным вещам, учат в грамоте, учат буквам, алфавитам и так далее. Мы решили, что прежде чем человек сделает какой-то выбор в пользу или против, энергетика, нужно ему объяснить, показать, что такое, как это работает на очень элементарных категориях. Поэтому мы выбрали социальную сеть ВКонтакте, как наиболее популярную сейчас в России. Прежде всего, что было важно в данном проекте, мы во многом ориентируемся именно на молодую аудиторию тех самых ребят и девушек, которые, скорее всего, не застали даже чернобыльскую аварию, которые знают об ад только по расслышке, по рассказам, по каким-то вот этим самым стереотипным восприятиям, слухам и так далее. И выбрали и в социальной сети игру, социальную игру Мегаполис. Достаточно крупную, полтора миллиона человек в нее, в принципе, играл на тот момент, ежедневно около 200 тысяч игроков. О чем игра? Игра очень подходила, как нам кажется, тематически, потому что это некий менеджер города, где ты сам строишь, развиваешь свой городок, начиная от самого маленького, заканчивая огромным мегаполисом на сотни тысяч человек с огромной инфраструктурой и так далее. Мы сделали очень простое решение. Мы не стали как-то навязывать людям что-то электрическое, но особо выделять. Мы, в принципе, воссоздали в игре реальную ситуацию. Если у вас есть город, городу нужно электричество для того, чтобы развиваться. Здесь у вас есть, в принципе, вполне конкретный выбор в несколько источников электроэнергии. Так и здесь мы создали целый ряд источников энергии, начиная от электронных станций, заканчивая, собственно, атомными электростанциями. И важно понимать, что здесь не было какого-то нереалистичного перекоса. То есть атомная электростанция стоила дороже всего. То есть в этой виртуальной валюте игроки должны быть заплатить гораздо больше, чем, скажем, за электронную станцию, солнечную батарею или даже теплоэлектростанцию на угле. И в данном случае это было бы, если бы мы предполагали, что если человек выбирает на себя такую атомную электростанцию, это более чем осознанный выбор, потому что он завешивает для себя все те издержки, которые он может получить. Но важный момент, как и в реальной жизни, энергия, эффективность по выработке энергии на каждую единицу площади, у атомной станции была гораздо больше, чем у ее конкурентов, что в данном случае именно в этой игре очень важно, потому что, если, например, в России, наверное, проблема лишних километров земель, она может быть не на то ли ощутима, но в этой виртуальной игре это более чем важный аспект, потому что территории очень ограничены, за них нужно либо платить, либо очень долго играть. В общем, это действительно ценный ресурс. Что мы сделали еще, помимо того, что, в принципе, дали возможность строить различные источники выработки энергии? Мы дали возможность городу развивать инфраструктуру при строительстве атомного объекта. В данном случае мы давали возможность строить Национальный исследовательский ядерный университет и Центр ядерной медицины. Также участники игры, которые устанавливали у себя в городе атомной электростанции, раньше других получали доступ к таким энергоемким объектам, как международный аэропорт и крупный морской порт. В общем, в принципе, мы здесь очень старались идти по линии, даже нет, линии повторения реальных жизненных условий. Что важно, за время проекта, который длился всего лишь месяц, причем месяц короткий, февраль, у нас было построено в игре 190 небольших тысяч атомных электростанций. Всего игроков, скажем, этим воспользовались, больше 170 тысяч. Понятно, что у некоторых людей были не одна станция, были целые эшелоны, кварталы застроены объектами. Но у всех города были разные, у всех разные потребности в энергии. Для сравнения, солнечных электростанций в то же время количество увеличилось всего лишь на 5%, количество ТЭЦ сократилось на несколько даже десятых процентов. Что важно, единственное, еще альтернативный источник энергии, который за это время рос, это были ветряные станции, но здесь было вполне простое объяснение, это самый дешевый источник. И, условно говоря, если у игрока в конкретный момент времени возникала какая-то, так скажем, небольшая потребность дополнительной энергии, самое простое и экономически обоснованное, что он мог сделать, это построить дополнительный ветряк. Но это в данном случае не было, наверное, главным конкурентом атомной энергетики в рамках данной игровой модели. Что еще было реализовано, и, наверное, вот здесь мы переходим уже от такой очень практической цели, опять, попробовать, пощупать, к цели дать какие-то знания дополнительные и понимания того, что это такое, что такое радиация, что такое атом, что такое энергетика. Мы повторили несколько элементов из реальной жизни, в данном случае, например, лицензирование. То есть если, ну, правда, понятно, что мы не могли поступать так же, как в реальной жизни. Во-первых, мы не могли соблюдать те же временные интервалы, потому что у нас не было нескольких лет, у нас было месяц всего на проект. И, во-вторых, мы не могли закрывать полностью атомную электростанцию, оставлять весь город без энергии. Это был бы просто огромный смеск негатива, и тут мы, скорее, получили обратный эффект. Поэтому мы немного сделали процедуру другой. То есть раз в неделю человеку предлагалось пройти процедуру лицензирования, если у него в городе были атомные электростанции. Это значит, ему надо было ответить на три подряд достаточно простых вопроса, ну, истерии на общую эрудицию с точки зрения радиации и всего атома. Мы называем это так. Если человек отвечал на все три вопроса правильно, он получал виртуальную лицензию. В данном случае это был некий бонус электростанции, его работа на эффективность. Если он не получал лицензию, она продолжала работать, но без вот этого дополнительного виртуально-энергетического бонуса. По той же модели была построена и ежедневная викторина. Для чего это нужно было? Если лицензирование, это некая, наверное, имитация того уровня контроля за профессиональной пригодностью обслуживающего персонала станции, то викторина – это исключительно был наш инструмент мотивировать людей узнавать больше. Что такое викторина? Раз в день человек, принимавший участие в проекте, мог ответить на один из списков порядка девятидесятых вопросов у нас было, вот на этом базовом уровне эрудиции атома, назовем это так. Он мог ответить на один вопрос. Если отвечал правильно, он получал тигровой бонус. Если отвечал неправильно, он не получал его, и ему надо было ждать следующего дня. Понятно, в чем мотивация людей, и в данном случае мы предлагали ему не только воспользоваться своей базовой эрудицией, не только возможностями сети для поиска информации, мы предлагали ему еще перейти в специально созданную для этого группу сообщества, где, в принципе, все ответы на эти вопросы были. Это была просто мотивация и инструмент для людей посмотреть все эти правильные ответы и узнать их для себя. Ежедневно в викторине, в этой самой главной инструменте взаимодействия, участвовало от 120 до 150 тысяч игроков. Всего там больше пяти миллионов ответов было получено за это время. Что важно, наверное, где вот здесь лежит какой-то показатель, который может позволять оценить эффективность с точки зрения образовательной. За время проекта, за месяц доли неправильных ответов, сопротивляться 40% до 25%. Кстати, на самом деле мы удивлены, что даже в первые дни проекта такая осведомленность была хорошая. Возможно, это правда связано с тем, что люди понимали, что в случае правильного ответа они получат достаточно существенный бонус. И для них это, что называется, был повод заморочиться и действительно найти, узнать правильный ответ. У нас есть достаточно полная статистика по всем вопросам, какие были самые сложные, какие были самые простые. Но, как вы видите, здесь не самые, наверное, такие... Мы не затрагивали очень глубинные какие-то проблемы. И ответить, или правильный ответ найти уже в всяком случае, любой более-менее интернет-подходный человек мог, а этот проект был именно для таких людей. Что важно, наверное, вот это самое сообщество, которое мы создали в социальной сети ВКонтакте. Это была группа, группа, она называлась «Ради Синергии Атома». Она содержала, так скажем, основную базовую информацию, которую, в принципе, хотелось донести про атомную энергетику, про радиацию и про... Ну и все то, что необходимо было для того, чтобы человек мог правильно отвечать на те самые вопросы в игре. За время проекта в группу вступило более 15 тысяч пользователей. Это очень важно понимать, что, ну, условно говоря, одна, если увеличить много декор проекта, одна из специализаций для компании, в которой я работаю, является вот привлечение массовых пользователей, поклонников в такие вот сообщества брендов. Но здесь было отличие, здесь было абсолютно добровольное вступление. То есть мы не давали никаких голосов за присоединение к этому сообществу. Мы не давали... Ну, никак не мотивировали людей. То есть это присоединение, это было вполне разумный выбор. Где-то это было, наверное, чистое любом институте. Посмотреть, что это где-то. Это была какая-то осмысленная позиция. Я хочу перечислить всех сторонников атомной энергетики. Всего за время проекта за месяц более 400 тысяч раз загружено в главные страницы сообщества. И посетителей уникальных было больше 100 тысяч человек. Важно, что группа... Это были достаточно активные пользователи, потому что они релегировали на какой-то контент, которые предложили. И скажу, что в рамках данного проекта, наверное, не было большого упора, сделанного именно на какой-то интертеймент внутри сообщества. Это была некая экспериментальная модель, потому что оно являлось просто, по сути, приложением главной нашей площадки, интеграция игровой. Тем не менее, мы увидели, что если бы что-то людей спрашивали, что-то публиковали, отклик был. Потому что, например, у нас проходил такой конкурс, некий такой финальный точка проекта у нас был конкурс на придумать собственную АЭС. Это был конкурс для людей в свободной форме, могли нарисовать, начертить, или вот как это поведение, слепить из степина, некую модель собственной атомной электростанции. Около 100 работ было уникальных. Это достаточно интересный показатель, потому что, честно, с точки зрения годовой, то, что мы предлагали, это очень сильно отличалось от того, что принято предлагать даже в рамках тех же самых рекламных проектов за вестер. Потому что это был действительно во многом очень образовательный проект с большим количеством научного интертеймента, что и минимум, наверное, развлекательных составляющих. То есть там никто не бегал, не прыгал, яркими флажками не размахивал. Но все было очень разумно и, можно сказать, скромно в каком-то смысле. Кстати, вот этот вот кусочек кадр – это город одного из, там, например, был город номер два. Есть в этой игре некий рейтинг лучших городов игры. Вот это был город номер два по всей игре. Вот здесь мы насчитали семь атомных электростанций, семь ядерных инвестиций и три центра ядерной медицины. Это вот на тему того, насколько люди, в принципе, были лояльны к тому, что мы предлагали. Важно действительно понимать, что там где-то сотни тысяч построенных виртуальных электростанций, вот тех самых опытов сожительства, если их так можно назвать, это очень много, именно вот в этих играх всегда есть некие лидеры мнения, те, на кого уравняются. Топовая игра, да. Самые лучшие твои друзья, которые играют в эту игру. Мы специально проводили мониторинг. В принципе, все активные, наиболее активные игроки воспользуются этой предложенной функционалом. И, наверное, это был тот самый опыт неформального получения источника информации. И что важно, это действительно, вот есть такое даже исследование, которое говорит о том, что современно, в всех случаях, молодежь особенно, воспринимает виртуальные вот эти блага, но практически приближенные эмоционально к реальному. Поэтому если у тебя есть твой маленький виртуальный город, ты воспринимаешь достаточно серьезно все, что с ним происходит. И ты не, ну вот, скажем так, недружелюбный тебе объект, туда не пустишь. Поэтому вот те самые сотни тысяч, которые мы получили, мы там, в принципе, считаем, что это в свою роду успех. Потому что это люди, которые там осознанно приняли решение. Еще, наверное, несколько моментов, которые бы хотелось проговорить. В чем это был действительно небольшой, можно сказать, нишевой по меркам социальных сетей, да, несмотря на охваты сотни тысяч человек. Это был такой небольшой проект. Но что он нам, наверное, кажется, показал, и для чего принципы социальные медиа, социальные сети могут быть полезны вот именно в формате пиара, атомной индустрии в частности. Это действительно новый инструмент. Он отличается, вообще социальные медиа отличаются тем, что мы здесь не можем, наверное... Во-первых, важно понимать, что социальные медиа это один из ключевых инструментов в будущем мире, потому что все больше и больше людей уходит в интернет, особенно чем они моложе, тем и точнее, не сейчас по всем статистикам. И все больше и больше людей в интернете пользуются социальными сетями как некими и агрегаторами информации, и агрегаторами развлечений, всего, чего только можно. Поэтому, в принципе, это важный тренд. Но важно, потому что скоро каждый год процент потребляемых социальных сетей информации растет. И, как бы, рано или поздно, наверное, выпадет в том, что это будет вообще важнейшим инструментом коммуникации. Во-вторых, важно понимать, что здесь формат коммуникации совершенно отличается. Здесь мы не транслируем на людей некое сообщение, а мы их предлагаем в обсуждении некие, там, фонградезисы, которые они могут извратить, могут передать, могут согласиться, могут отрицать. Но мы даем на суд общественности некий объект информационный, контентный, медийный, который в дальнейшем распространяется и преображается за счет того, что люди говорят. Поэтому здесь мы радовали тому, что даже несмотря на все события в Японии, они уже были после окончания активной фазы проекта, мы не увидели какого-то всплеска негатива, какого-то всплеска паники людей. То есть люди реально задавали вопросы. Но это были спокойные, заинтересованные вопросы и обсуждения на эти темы. И, наверное, третий момент, в чем важность социальных сетей. Они дают нам возможность работы с новой аудиторией. Должная коллега Росатома, они нас загрузили анализом статистики, наверное, побольше, чем многие компании коммерческие. И поэтому мы действительно посмотрели и попытались понять, кто эти люди, которые там, в итоге, каков портрет вот этого пользователя, сторонника энергетики, как мы его можем проанализировать через наш проект социальных сетей. И мы выяснили интересную закономерность. Да, это по-прежнему больше мужчины. Да, это по-прежнему больше мужчин, можно остановиться. Да, потому что дальше были интересные выводы. Мы поняли, что очень много молодежи, но здесь, наверное, прежде всего, потому что это специфика данной социальности данного проекта. И мы поняли, что очень много людей пришли к нам и заинтересовались не из крупных мегаполисов, не из даже крупных городов, миллионов и так далее. Потому что, когда мы проводили анализ по крупным городам, мы понимали, что, условно говоря, пропорции, процент людей из крупных городов существует ниже. То есть, вот те самые люди, которые проявили большой активности, большой интерес к этому проекту, они, как правило, из удаленных, не крупных городов, которые, в принципе, скорее всего, как мы можем анализировать их мотивацию, им, в принципе, стало интересно, а что это, и они хотят узнать больше. И, в данном случае, у них не всегда есть, например, возможность посетить какие-то выставки, может быть, даже приобрести какую-то, не знаю, литературу или в каких-то случаях посмотреть какие-то фильмы и так далее. Но, как правило, интернет сейчас очень сильно развивается как раз за счет регионов, за счет мелких поселений, в частности, в России. И поэтому доля таких пользователей в нашем проекте оказалась неожиданной для нас самих велика. И это, наверное, только пример того, как можно использовать, в каких направлениях смотреть, потому что мы, наверное, для себя понимаем, что это только пилотный проект. Я надеюсь, что с нашей точки зрения, честно скажу, нам было очень интересно это сильно отличиться от того, что мы до этого делали, и делали мы, наверное, в ближайшее время будем делать в силу своей достаточно рекламной направленности. Думаю, что, как минимум, опыт был интересен для наших коллег из Росатома. Ну, а будет ли у этого продолжение, я думаю, посмотрим. И также, я думаю, что с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые, возможно, у вас есть. Так, пожалуйста, есть ли вопросы к Арсению? Арсений, спасибо. У вас такая была презентация максимально полная, поэтому я думаю, что всем ясен смысл того, что... Сделаю это, наверное, в плотном проекте, который реализовали.